Здравствуйте, меня зовут Шаков Анатолий. Я являюсь заместителем директором Департамента информационных технологий ЗАО «Трансмашхолдинг» и одновременно руководителем управления, развития и поддержки корпоративно-информационных систем. Мы, собственно, курируем практически внедрение всех бизнес-приложений в ТМХ и на всех предприятиях ТМХ. И я попытаюсь сегодня рассказать о нашем опыте использования решения 1С-логистика, ВМС-логистика на машиностроительном предприятии. Несмотря на то, что это, в общем-то, не профильная для нас деятельность организация складского учета, мы все равно нашли очень много плюсов от использования этого решения на наших предприятиях. Вот сейчас про метровагонмашу попробуем поговорить. Вот, ну, несколько слов от «Заутрасмашхолдинг». «Заутрасмашхолдинг» — это крупнейший производитель железнодорожного подвижного состава на территории Российской Федерации. Вот, он объединяет 12 крупных заводов. Вот, в частности, один из заводов, «Метровагонмаш», он выпускает поезда метро. Вот, ну, собственно говоря, все, и он единственный завод, который выпускает поезда метро отечественные. Вот, находится в городе Матище, Московской области, большой завод. Вот, и с развитой складской системой. Вот, еще в линейке продукции также рельсовые автобусы с дизельной тягой и поезда метро, как я уже говорил. Значит, складской комплекс на заводе — это предприятие дискретного машиностроительного цикла. Вот, складской комплекс достаточно развитый. 16 складов, 12 тысяч квадратных метров. Многие склады имеют ячеистую структуру, то есть многоярусные стеллажи. И всем, всеми запасами на этих складах нужно управлять, потому что, как мы знаем, в машиностроительном и в дискретном производстве самая большая статья затраты — это прямые материальные затраты. Поэтому управление материалами — это, собственно говоря, одна из статей экономии. Вот, всего на негалатурных позициях активных около 35 тысяч. Ну, мне порой кажется, что реально их больше, потому что это вот активных 35. А то, что там лежит, местами неликвидно бывает находится. Там, я думаю, тысяч до 60 доходят различных позиций. Вот. Какие задачи ставились при внедрении логистики на складах? Необходимо было решить вопрос управления ячеистым складом. То есть вот это была первая задача, хотелось сделать ячеистый склад. В ТМХ используется 1С УПП. Это унифицированная конфигурация, как мы ее называем, корпоративный шаглон. И мы все знаем, что в УПП, в отличие от ERP 2.0, не было ячеистого склада и нет до сих пор. Вот. И, соответственно, мы рассматривали разные решения, каким образом эти ячейки можно обеспечить. Вот ВМС-логистика выбрали. Вот. И основные задачи, какие мы ставили, что оптимизировать складское хозяйство, уменьшить зависимость от персонала, потому что очень большие проблемы с управлением сложным складом, где много номенклатур различной находится, все упирается к кладовщиков, потому что только эти кладовщики знают, где что лежит, и порой просто не найдешь того запаса, который вроде бы как и есть, а на самом деле кладовщик в отпуске заболел или уволился, не дай бог. Вот. И запаса на самом деле нет. Никто и не знает, где эта коробка у лежит. Это действительно очень большая проблема. Вот, собственно, ячеистый склад хотели сделать именно для того, чтобы четко понимать, что где находится. Вот. Какие особенности в проекте были? Ну, переходили от бумажного склада. Несмотря на то, что внедрена система в мир в складской учет и полный контроль материального потока на уровне УПП, вот, все равно кладовщики местами вели у себя карточки и в этих карточках записывали как раз, в какие ячейки они что положили. Собственно, для того, чтобы понять, сколько у тебя всего на складе лежит, это можно сделать в любой момент через систему. Все операции приходные и расходные уже были в УПП. Вот. А на бумаге кладовщики рисовали буквально эту схему склада и куда они что положили, чтобы хоть самим потом найти. Это, собственно, была ключевая особенность, что все-таки вот ячейки брали из бумажных карточек. Ну, естественно, оптимизировали складское пространство параллельно и вводили дополнительные анализы партионного учета, учет по сертификатам, срокам годности. Но я не могу сказать, что это прям такая вот очень необходимая была вещь. Мы ее просто получили вместе с ВМС-системой, и там для тех позиций, в которых это актуально, она используется. Также нам было необходимо обеспечить интеграцию с основной учетной системой 1С УПП, где ведется, собственно, главный учет всех материалов, затрат, где ведется вся экономика, и сейчас строится система производственного планирования. То есть, ВМС-логистика у нас интегрирована с 1С УПП, интегрирована на уровне автоматических процедур, естественно, накладные из одной системы перетекают в другую, и все это практически бесшовно работает. Еще что нам понравилось, нам было предложено проводить внедрение без остановки работы склада. То есть, у нас параллельно шли процессы внедрения ВМС-системы и оптимизации складского хозяйства. В результате мы шли по очереди от одного склада к другому. Надо сказать, что метровагонмаш – это не первый завод, на котором запущены склады на ВМС-системе. У нас на Тверском заводе тоже используется ВМС, он был вторым, и уже, собственно, подходили к вопросу, понимая, какой должен быть состав работ. Вот что нам понравилось очень в ВМС-се, что вместе с ее внедрением ты получаешь сразу же методологию управления складом. То есть, тебе сразу получается так, чтобы ее эффективно использовать, надо и стеллажи другие купить, потому что на старых ничего не положишь нормально, ничего не возьмешь. Надо и сети по складу протянуть, и проходы оптимизировать. И получилось так, что при внедрении ВМС-са происходит большой объем организационных работ, оптимизационных, и в результате мы получаем реально эффективно работающий склад. То есть, мы изначально шли от ячейстого склада, хотели просто ячейки, а в результате получили как бы такую таблетку, которая оптимизирует полностью работу склада. И мы шли последовательно от одного склада к другому, соответственно, первые самые сложные, большие склады. Я не могу сказать, что у нас на метровой агурмаши все склады закрыты, сейчас, по-моему, 5 или 6 основных складов закрыто. Но это именно те, которых нужно действительно управлять размещением. Методология уже отработанная, и просто принимается решение о том, что следующий склад должен перейти на ВМС. Соответственно, понятно, что туда оборудование должны завести, людей обучить, и все, собственно говоря, начинает работать через какое-то вполне предсказуемое время. Соответственно, результаты мы, которые ожидали, получили. Получили даже больше, как я уже сказал. И, в принципе, можно сравнить, как выглядел ячейстый склад на заводе до того, как там начали внедрять 1С ВМС, и после того, как там ВМС внедрен. То есть, действительно, вместе с ВМС реально склад полностью перестраивается. И это абсолютно обоснованно, это понятно, ради чего это делается, и что в результате получится. Ну, и в качестве примера могу так сказать, что есть такая проблема, это реально проблема для предприятий, где очень много номенклатуры различной используется, это провести инвентаризацию. Вот все те склады, на которых работает ВМС-система, они проходят инвентаризацию быстро и практически без ошибок. Потом вопросов никому не возникает, о том, почему столько запасов, никто ничего потом не находит вдруг. Ну, а, естественно, на тех складах, на которых ВМС нет, большая проблема, вообще правильно они посчитали или нет. И всегда это все как-то так мучительно, больно происходит. Так что вот такое вот нетипичное у нас использование системы ВМС, хотя мы не являемся как бы логистическим центром, но даже у нас на машиностроительном предприятии система показывает свою эффективность. Пусть, конечно, и используется она в ограниченном функционале, но вся методология, которая в ней заложена, очень полезна для организации процесса. Про ERP 2.0 мы там, возможно, уже все это реализовано, но у нас ERP 2.0 нет, поэтому мы используем вот такой вот комплекс УПП и 1СВМС. Спасибо за внимание.